Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. У нас сегодня морозное утро, минус 43 градуса по Цельсию. Сколько у вас, кстати говоря, можно написать, ребята? Короче, очень морозно, но несмотря на это, мы всё равно решили в ролике для вас выпускать. И ваша любимая рубрика выходит, самая популярная и самая, о которой вы чаще всего просите. Мы покупаем сегодня тачку вслепую с аукциона. Но покупать я буду, естественно, не один. Мы приехали в гости к моему товарищу, и сейчас он выйдет из дома. Это Паша, Павел, Ака, Ака-Скряга. Вы помните его по предыдущему видеоролику, если не смотрели, обязательно посмотрите, там мы сделали ролик на полчаса для вас. Принципиальный Павел, очень. Ну что, сегодня мы снова постараемся позаработать деньжат. И снова за твои деньги? Почему? Мы же договорились скидываться. Я тебе в тот раз отдал 4 тысячи, теперь ты мне снова занимаешь. Нет, друзья, ничего ты мне не отдал. У нас тачка как стояла, так и стоит. Она никуда не ушла. Мне отдавал. Мне продали. Точно. Так, ну ладно, давай скинемся. Давай. С оператором теперь. Я думаю, есть, короче, один лот интересный я подобрал. Там какая-то турбо-пушка-тачка. Так вот. И ценник у него, короче, стоит 250. Четверть ляма. Скинуться? Ну? Не проблема. Ну все, давай скидываемся. 250 рублей, это по сколько? По 125 рублей. Ну все, переводи мне 125 тысяч. Тысяч? Конечно, 125 тысяч. Ты же сказал, рублей. Так, Паша, что ты какой-то мутный? Мы же дешевые тачки договорились покупать. Слышишь, ты посмотри, в чем я живу, как бы, да? Ты видишь? Ты живешь? Я думал, ты тут работаешь. Сторожев. Нет, вот кровать у меня вот так вот вертикально от пола вот так расположена. Я вот так сплю стоя. Стол, кухня, все есть. Вот. Денег как бы на машин нет. Вообще, 250 тысяч рублей в наше время это, ну, не так уж и много для тачки. Ой, короче, ты мне должен будешь. Мы как бы скидываемся в оболан. 129. Суммарно 129. Да, все хорошо. Все, тачку за 250 я покупаю. Я взял этот лот не так уж и далеко от города. И ехать нам поэтому не так далеко. Так вот. Мне кажется, что ты, Паша, меня разводит уже который раз. Все вроде как скидываемся, скидываемся, а тачки покупаю по факту только я. Вот, так что я подумал, вот считай, что? Я тебя слышу вообще-то. Я понял, я тебе говорю, бабки верни. Я тебе все вернул. Я просто, действительно, мы договорились с дешевой машиной. Мы договорились, что мы поднимемся, у нас будет много денег. С этих денег я решили. Вот именно, нифига мы не поднялись. Мы тачку за 10 купили, никто ее не берет даже за 12. Понимаешь, нафиг она никому не нужна. Да, ребят, напишите, кому вот этот двухместный фарше вот этот вот нужен. Там его кто-то в комментариях инвалидкой называл. Но это, по-моему, очень некрасиво так называть машиной. Так что это. Пишите, кому там продать вот эту вот двухместную тачку за 12 тысяч. Сейчас она стоит у нас. За 15. Вот. А сейчас, ну я и подумал, как бы даже если мы ее за 20 поднимем, пополам это по 5 тысяч рублей для каждого, это очень мало денег, если честно. А вот если мы хотя бы сейчас возьмем тачку за 250, продадим за 300, то это уже хотя бы по 25 для каждого. Ну и в принципе уже какие-то деньги. А если мы эту не продадим? У меня пол гаража таких. Вия, не отерзаю смутные сомнения. Мы точно в ту сторону едем. Вон у меня тут все нормально, я еду по координатам. Мы по реке едем. Да какой реке? Ну может здесь была река, сейчас же зима, по ней иначе можно ехать. Почему у нас окружает вокруг лес? Ты хочешь задолги меня, да, присунуть? Так, ну вообще хотелось бы, если честно, потому что 129 тысяч. Да куда ты? Ну-ка закрой дверь, это небезопасно. Вот все, закрыл. А лопата тебе зачем сзади? Лопата у меня всегда сзади. Давай это не бузи, все нормально. Короче, вот, смотри, мы вроде уже подъезжаем куда-то, нет? Вот она. Это машина. У меня вроде как бы черная должна быть. Ну если вот эта, вот эта тачка за 250, это просто пушка, это же Лачити, да? Стой, там мужик какой-то выходит, поехали, поехали. А, да, 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 да. Ну и по координатам мы еще не доехали. Слушай, как этой навигацией-то в натуре пользоваться? Вот, нам в лес, да е-мое? 21 век на дворе. Вот, сюда нам, вот, видите, вот здесь вот, если, вот здесь, короче, показывают, смотрите, здесь есть функция, короче. Я только пальцы-то не вижу. Ну вот, смотри, вот видишь, нам надо в лес заезжать. Вот, лес нарисован. Здесь вот такая функция еще есть, смотри. Вот, так, меню, карты. Вот, инфо, короче, где я? Вот, где я? Опа. И все, вот ты тут. Координаты. И вот и координаты. Сейчас нас подписчики опередят быстрее, приедут, заберут. Но они же увидят ролик уже после его выхода, значит, мы либо найдем, либо не найдем. Короче, еще метров буквально 300-200. И поедем. Правда, реально, меня тоже уже терзают сомнения по поводу всего происходящего. Все, тупик, ты посмотри, некуда ехать больше. Ну, это сейчас тупик, потому что кто-то сюда напылесосил снега. А так-то, по факту, здесь сюда можно заехать. Сейчас в объезд попробуем. Давай напролом, напролом. Я тоже думаю, сейчас вот сюда заедем. Че, дурак? Че, поехали. Блин. Пипец. Вия, не переживай, мы сейчас с лота заберем машину, продадим и бампер себе купишь как раз. Капец, порвало бампер просто на ровном месте. Да как так-то, а? Ну, ладно. Бампер это ж расходник. Да, как и вся машина. Короче, нам туда. Пойдем. Так, осторожней. Так, ну ты че? По моим коренатам мы уже почти пришли. Давай, спускайся. Стой, это че? Это наша тачка? Да. Все, ништяк, мы нашли ее как раз. Она серая, она не черная. Не знаю. Ну, блин, лучше бы дома сидел, а не в холоде с вами бы шел. Научился бы программировать и за ноутбуком бы в теплом месте где-нибудь бы сидел. Да че стонешь, операза? Вообще, в чем твоя проблема? Пошел бы, да обучился и устроился на работу. Да надо знать, где обучаться. Ну и деньги для этого нужны. А после обучения надо как-то устроиться. Это сложно все. Ну, если ты мечтаешь устроиться в IT-сферу и начать программировать, то у меня для тебя хорошие новости. Какие? В Skillbox сейчас как раз новый набор на курс инженер по тестированию. И если ты не сможешь с их помощью трудоустроиться, Skillbox вернет тебе деньги за обучение. Ты освоишь одну из самых востребованных IT-профессий, где не нужен опыт программирования. Научишься искать ошибки в работе сайтов и приложений. Эта профессия сейчас безумно востребована. Сложность заданий будет постепенно повышаться. От простого к сложному. И все это будет проходиться на практике уже с первого дня. А самое главное то, что на протяжении всего курса тебя будут сопровождать опытные наставники, которые работали в крупных компаниях, такие как Яндекс и Сбер Мегамаркет. Закончив курс, ты будешь иметь в своем портфолио три готовых проекта. Тестирование онлайн-портала, мобильного приложения и веб-сайта. А также возможно участие в бета-тестировании у партнеров курса в банке открытия и соцсети ВКонтакте. А самый кайф знаешь в чем? В чем? Прикинь, первый платеж производится через 6 месяцев. То есть сначала учишься, а платишь потом. А еще приятный бонус. Они подарят тебе год изучения английского бесплатно. И кстати говоря, мои зрители и подписчики, это и вас касается. Только я для вас приготовил еще и скидку в 55%. По моему промокоду VIA1 вы ее-то и получите. Поэтому переходите по ссылочке в описании или используйте вот этот вот QR-код, ребята, с помощью которого вы перейдете на сайт скиллбокса и получите самую востребованную профессию сейчас. И с помощью этих курсов, с помощью этого образования вы сможете изменить свою жизнь до неузнаваемости, к лучшему. Поэтому лучше, наверное, вкладываться не в тачки, как я, а в себя все-таки, в мозги. Но я, между прочим, программировать то умею. Паша! Ты че? Ну что, давайте вернемся все-таки к нашему приобретению. Пасуй! О, нифига! Давай футбол погоняем. Давай. Давай. Давай, на руки, на руки. Давай на головку, на головку. Еще, еще. Оператор, ты че не играешь? Че, оператор, ты пришел в себя? Нормально. Давай снимать. Ну смотри, координаты сходятся. Че за машина, я так и не понял до сих пор. Ну, тут тюнинг какой-то колхозный. Че это? Ой. Ты думал, ты тюнинг? Я думал, да, решетки такие. Ага. Э, а че за тачка-то? Давай мы попробуем хотя бы угадать. Ну, потому что, смотри, так-то, смотри, обтекатель. Видал какой? Спойлер, походу, тут стоит. Да, да. Подписчики, угадывайте пока вот так. Да, 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 по чесноку давайте. Вот пишите ваши варианты. Че это за тачка, которую мы взяли за 250? И кто угадает, получит мне сердечко в комментариях. Ну, а так-то, я думаю, это Chevrolet Camaro, конечно. Да нет. Томас Круз. Ой, Toyota Круз. Toyota Chevrolet Cruze, наверное. Да, да, Chevrolet. Ну, че-то да. Похоже, да? В любом случае, это хорошее, хорошее. Блин, стоп, я чувствую, окупом пахнет. А почему ее накрыли пленкой этой? Может она разбита вся, вообще полностью? Не-не-не, это фишка аукциона. Ты посмотри ее обтекаемость, что это такое вообще? Почему так? Да я тебе говорю, это тачки на аукционах так рвают. Так, ты че, забыл? Сто пудово спорт какой-нибудь. Спорт думаешь? Ну, футбол. Ну, я думаю, это окуп по любасу уже, сто пудово. Че, давайте начнем распаковочку. Стой, стой, так рано? А че? Ну, давай. Че, уже кого? Ты че, до ночи собрался здесь стоять? Очень холодно как бы. Дырка для чего? Дырка? Ну, вот такая. Так. Это... Что? Это приора. Че ты, почему ты... Как ты понял? Ручка дверная. А, это автоваз в натуре. Ну-ка. Так, а че ты мне... Давай, давай. Ты че мне заливал-то, что это спорт? Спорт? Приора или не приора? Подожди, это не приора, нифига. Это... Это Гранта. Так оно, это ж нормально, слышишь? Гранта за 250. Ну, не знаю. Че, ну, не знаю-то. Вся рыжая, ты посмотри ее. А, это грязь. Это... Это ж бампер, он пластиковый. Ё-моё. Это че такое-то? Ничего, как обычно, приклеим, заклеим. И не видно. Какой-то придурок, наверное, на ней ездит. Ездил. Слышишь, а ключи их сказали, где лежат? На колесах, как обычно, они лежат, наверное, если это аукцион. Ну, да, наверное. Надо еще понять, на дуре, вдруг она не заводится. Это вообще подстава тогда. Ну, Гранту мы еще, блин, не покупали на аукционе, знаешь. Это что-то новенькое. Че с ней делать-то будем мы в итоге? Да она улетит. Если заводится, она улетит. Мы ее за 300 выставим, полтинник сверху. Может быть, даже 350. Там разные комплектации двигателя бывают. Я там слышал, бывают 1.6, 2.0, 2.5 турбо. Че, прям улетит? Да стопудо. А вы знали, что машины летают? Че вот это вот такое? Да я уже пытался вырвать, не получилось. Балки в колеса это называют. Вия, не дурячься, давай еще ключи уже. Смотри, какая резина, ты посмотри. Шипы, ну она бьет. Она новая. Ну это Кама, конечно, она не очень дорогая, но... Амак, а Кама, да. Че, у тебя что, проблемы какие-то, что ли? Так, короче, здесь тоже новая, кстати. А нет, здесь какая-то Алга. О, смотри, с автозапуском, ё-моё, Старлайн. Да, не рабочий. А как проверить? Ну, надо потыкать кнопки вот эти. Вот эти? Ну. О. Ну-ка, еще какую-нибудь тыкни. Вот эту? У тебя никогда не было таких штучек? Не было мне никогда таких штучек. Зачем они мне? Стой, вроде вот так ты правильно делал. И вот так. Не, не работает, держи. О! Автозапуск, слышишь? Да это уже на все 350 тянет. Стой, стой, стой. Че? Как так произошло? Что? Машина умеет заводиться сама? Конечно, они все так умеют. Мы же в 21 веке живем. Фильм увидел, трансформеры там. Это вас трансформер. Так, мы 250 косых всадили. Мы должны понять, мы окупились или нет. Но вы, кстати, напишите, какой у вас любимый трансформер. У меня вот любимый Глата Гранта. Бамбл Гранта. Бамбл вас. Оптимус Гранта. Оптимус. Не, а если серьезно вы не смотрели ролик, где Жиги трансформируется. Смотрел, смотрел, да. Он очень старый. Мне кажется, наши подписчики не видели. Он капец какой старый. Так что переходите вот сюда и смотрите обязательно этот ролик. Вообще в другую сторону. Я не уверен, что мы его найдем. Короче, хватит угорать. Вы что делаете? Мы машину купили и до сих пор в нее не попали. Почему она... А, а что она заглохла-то? Так ты не выключил сигнализацию. Чтобы выключить, надо тоже какую-то аферу провернуть. Ключ вставляешь. А, вот так вот все? Стой. Нажимаешь сюда. Капец. Ты там что на этом... Я не знал всех этих нюансов автоваза. Не, я просто раньше так машину взламывал. Это... О! Ой, так а что тут три педали, да? Ну ты подвинься. Задолбал. Все. Ой! Ты куда сел? А-а-а! Как хорошо, что здесь не лепестковое управление. Так еще здесь ручная коробка. Ой! 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 Много всяких кнопок. На, заводи, задолбал. Как... Ёбар. Где и куда вставлять? А тут просторно, слушай. Ну-ка, оператор, смотри здесь. О! Да она в нормальном состоянии. Она в чехлах. Все как... Опа! А смотри, что за провод. Здесь что, автозвук есть? Покажи. Желтый провод там какой-то. О! Не вижу! Да, вон, желтый. Да, на туалет. Да, да, да. Нет, может там туалет. Как бомбал. А, так вот, смотри, это же, это же... Это колонки ве. Да? Да. Давай откроем... Давай откроем все эти приколюхи. Капот, бампер, багажник. Давай. Давай. Не, ну она заводится. Так надо проверить, хоть едет она, нет. А это что такое? Где? Вот это что за кнопка? Это вот багажник, багажник. Короче, Паша у нас эксперт по автовазу. Я, честно говоря, ни разу в жизни ни в Грандах, ни в Приорах даже не сидел. Я ничего люксовее у автоваза, чем семерка, не тестировал. Десятки, двенашки. Ну, может, тут восьмерка там, как бы, это... Ну, она смотрит, как вонючка такая, красивая какая-то. Ой. Что-то посыпалось. Вот. И, короче, смотрите, главное-то это... Вот так вот надо утопить заднюю передачу. А что там? Я! А! Ехать! Ехать? Ехать! Ой. Так ты, наверное, на ручнике. Не, я просто заглох. Я слышал, как ручник снял. Да, блин. Я реально не умею на этой фигне ездить, уже разучился. Так, вот задняя. О! Нифига это не ручник. О, нормально. Только что-то она воет немножко. О! Пип-пип-пип! Я патронник твой. Ты патронник? А ты мой. Что это значит? Ну, я сзади сидел и филикал. А, ты на парактроник? Смотри, я здесь нашел... Автозвук, как я и говорил. Это не автозвук. А что это? Мун. Какой мун? Луна, в смысле? Теперь это... Тебе? Нет. Лил, маму. А я маму. Ну, что это такое все? Тут чемодан, слышишь? А почему система стартера, типа, она сзади? Запасной стартер, это нормально в автовазах. Он, это же училок. Две щетки. Две щетки. И чемодан из приоры. Чемодан перекул в комнатуре. Тяжелый? Вообще. Не распаковывай сейчас, давай. Да, 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 давай это, короче. Ребят, давайте по чесноку 15 тысяч лайков набираем под этим видеороликом и распакуем чемодан перекупа. Посмотрим, что это такое. Ну что, давно чемоданов не было. Сохраним интригу. Не, ну да что, это же басуха. Я знаю, кто ездил на ней. Кто? Тоша. Боже. Ты скрываешь от нас что-нибудь, да? Чему? Я не знаю вообще ничего никаких. Ты даже не знаешь, что такое Тоша? Это ты мне скажи, это Халил Мамун, Джебель или что это такое? Сейчас я скажу. Смотри, номера блатные. О, а, о. О, а, а, ай. Открой капот. Я не знаю, как это делается. Мы только перекупами стали, автовазы сразу потупели. Ну ты достал. Там где-то, там где-то должна быть. Да у тебя сейчас застынет все. Может кто-то из подписчиков хотел купить, слышишь? А ты плюешь. Я мою. Открывай капот, да, посмотри, тут там все в масле. Почему сначала перевернута? О! А, в натуре перевернута, ладья перевернута. Вообще-то, если ты не знал историю происхождения лад, это кораблик. Ну, ладья. У него ладья. Ну, ты узнаешь, открывай. А почему, он потонувший, что ли, корабль-то выходит? Я не знаю, как это открывать. Там, наверное, вот с этой стороны попробуй. Ты с этой, да, мой, вот сюда. Надо просто посмотреть было. Так, газоупоров нету. А когда что, это восьмиклоп у нас на восьмерке такой же стоял? Так на этой, как это называют в комментариях? Инжектор? Инжектор. Что? Ты на чем в комментариях? Инвалидки, да, вроде как? Инвалидки? Инвалидки такой же. Вот, и вот так вот это делается в 2023 году. Что-то есть интересное? Ну, вот это интересно. А почему желтое? Так она всегда желтое. Я тебе не про это, я тебе говорю, что у тебя что-то дадут у нас это. Бежит? Ну, хотя что там бежать? Ты что? Что, Паша, ты что? Нанюхал. Надо проверить, троит, не троит. Нормально работает. А, вот это жестко! Обратно вставляй, обратно. Да надо просто кузов не трогать. Да. Ауч Капец меня пробило Хорошая искра Вообще жесткая искра очень Тянет на 300 тысяч Да Ну и все продаем Ну что, Паша, как по управлению тебе? Да слушай, вот руль очень круглый Вот эти штучки круглые Вот это круглые Тут все круглое, как моя голова И еще иначе о чем подумал Что если ручник работает То я думаю, это знак Знак Чего? Ладно, давай магнитолы попробуем включить Растаем такая Ты видел у меня еще сиденье какое? Классное Это шерстяное Это овца Овца? Да Овечья шерсть Овечья шерсть Вон Вия едет Давай попеликаем Давай Давай врежемся в него О, смотри Может врежемся? Давай Сколько будет машина стоить? 200? Чуть-чуть, да Чуть-чуть повернешься Ну давай Так, вроде на винтбудитке я так же делал Право Лево А потом Вот так Ну-ка Числавов может так же Давай я вызов тебе кидаю Давай, давай Давай Ну и слабак Покажем еще раз и мотал Он не понял, наверное Как вам в гранте? Нормально Поехали на перекупский обед Поехали? Поехали на перекупский обед А что кушать будем? Перекупку хавку Вон, чекай Мы поставили наши гранты 13-го года Но я нашел 14-го за полмиллиона почти Ну вот 14 за 310 Печаток оставил Че? Я к стене прижался и отпечаток оставил А, типа ты такой мощный Да Сильный Че там у нас? Да мы вообще нормально Мы потратили 250 А вот тут за 285 Ну смотри Здесь нет таких дисков как-то А, в натуре там еще же литье точно И музыка Ну да Короче, стопудово мы на полтинник-то Или на 60 даже, может, тысяч в плюсе Ну или сколько она стоит, как думать Надо поесть и подумать Ну вот такой вот у нас перекупский перекус У меня есть суп Я уже все съел, короче, когда оператор начал снимать Ну стоп я не доел А у Игоря огрызок какой-то Смотри Типа лысы? Типа улыбка А Короче, мы подумали В принципе, можно спокойно эту гранту Она в нормальном состоянии На ней ни ружья, ничего Выставить за 350 И тогда мы получим Где-то 80-100 тысяч Чистой прибыли Ты не забыл добавить Почему он перекупский? Потому что, вот, допустим, показываю 150 Че 150? Покупай Деньги? Нету И долго вычту Ты че, фигел? 150 рублей за одну дольку картофеля Как перекупы делают по-двоему? Ну, ты самая жесткая собака перекупская тогда, если ты так делаешь Ну все, гранту мы пригнали к нашему ангару Сейчас мы ее загоним И помоем, в принципе И можно уже выставлять на продажу Будет она у нас храниться в нашем теплом боксе Поэтому новый покупатель В принципе, заберет ее Я думаю, в отличном состоянии Заведется легко Он на ней сел-поехал, что называется И все, и соточка сверху Вот так вот легко делаются бабки А мы чем будем? Там есть все Точно? Конечно Мы же не первый раз уже перекупскими движениями занимаемся Ну а с вами был я, Вячеслав Смилов или Живи Надеюсь, ролик вам был интересен Надеюсь, много веселого и полезного узнаем сегодня для себя Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Не забывайте, что чемодан еще не распакован Поэтому мы ждем кучу, гору лайков ваших Ну и все зависит, собственно, от вас Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик И мы с вами увидимся совсем скоро Пока-пока-пока Эти видеоролики, кстати, очень крутые Советую тебе их посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok